Вот он я, что словно вышел из небытия, и сегодня я планирую представить вашему вниманию удивительную и более чем фантасмагорическую драматургическую вязь. Я прошу вас, схватите эту метафору, постарайтесь. Метро, будь добры хронику. Прекрасно. Просто невероятно. И с самого начала я хочу предложить вам одну игру, дорогие мои люди. Давайте представим, что мы уже прожили свою жизнь. То есть она уже пронеслась, причем со скоростью самой любимой нашей мысли. И мы уже стоим на самом краешке отпущенного нам срока. Представили прекрасно. Видим, что совсем даже не бездарно прожили свою легенду. Мы ведь добились всего, чего хотели, верно? И в итоге материализовали тот самый образ себя, о котором мечтали с детства. Превратили свою жизнь в так называемую легенду. И теперь она будет храниться в веках. Да-да. И вот она. Наша самая главная битва, битва легенды с реальностью. Понимаете, о чем я? Битва героя с бесконечной чередой, Желающих принизить наши усилия трактовок и версий, Что уже поселяются в порох кожи сотрясенного нами некогда мира, Как черви проникают в кровь и кости, Разъедая последние островки надежды, Натрывают иммунную систему, Умерщвляя последние крохи веры в благородство и силу человеческого духа. Ну, так бывает, знаете. И вот вопрос. Каким мы хотели бы остаться в памяти людей? Таким, каким мы были на самом деле? Или таким, каким нас отразили? Каждый в меру своих способностей жители мира? И есть ли между этими двумя образами разница? И какой образ выстоит в этой, конечно же, неравной схватке? Как вы думаете, реальный или мифический? Кто-то, конечно же, уверен, что легенда прогнется. Но кто-то хачает головой, приговаривая тьмы низких истин, Нам дороже нас возвышающий обман, верно? И так, дамы и господа, лейдис и джентльмены, Вот он, прорывающий все прошедшие с моей смерти годы сокрушительный удар, Мэстром, будьте добры, еще разочек, как говорится, на бисус, Слишком мне нравится этот момент. Красно. Просто замечательно. И вот он я. Уже восстаю из-под груды пыли и камней, Тот, кто уже никогда не будет на сто процентов реальным. Так как сама реальность уже погребена под массивными слоями мифа, Творчества, стоящей в риоле невообразимых, Вплоть до сказочных версий, гипотез. Что касается правил, то Все по-прежнему, три фрезера на кону диск, маня многоликостные. Все вы, конечно же, знаете, что делать. Как всегда, я жду ваших версий, дорогие мои люди. Их ты рискует, рискует еще больше, И желтаем вам в помощь. Сегодня я человек, который вплоть до смерти, День за днем, минута за минутой Будет строить свой образ. И остается только гадать, Откуда такие, как я сегодняшний, Черпаем дерзость так жить. Верно? Ну, стра. Будьте добры, Разверните земной шар обратной стороной. Прекрасно. Место действия Соединенные Штаты. Прекрасный калифорнийский городок Сан-Франциско, Названный так в честь одного католического священника, Ну, вы знаете. Мой отец-аптер-комик. Вот он. Привет, папа! Дай обниму тебя. Мама-дама-хозяйка. В три месяца я уже умудряюсь сняться в кино, И более того, играю там роль девочки, То есть младенца. Спустя год в сорок первом возвращаюсь С родителями на родину, Более чем загадочную страну, Ну, вы видите. Ее аромат ни с чем не спутать. В сорок шестом снимаюсь в еще одном фильме, Который всю оставшуюся жизнь Буду считать своеобразной точкой отсчета. В тринадцать прихожу после одной из уличных драк домой И говорю маме, Мама, почему меня постоянно задирают в колледже? Это происходит слишком уж часто. Я не могу больше этого терпеть. Я хочу научиться драться. Ну, такова легенда. И фраза эта звучит слишком уж по киношному, верно? Мама также по киношному отвечает, Ты уже взрослый сынок И вправе сам принимать решения. И вот я уже беру уроки у одного мастера И после четырех лет тренировок Уже схватываю так называемый принцип Мягкости. То есть искусство нейтрализации силы противника С минимальной затратой собственной энергии. Все это красиво звучит, но применить это в реальной драке более чем трудно, верно? Ведь как только ты оказываешься в спарринге, Мозг приходит в состояние возбуждения И как следствие смятения. И вся теория мягкости идет прахом. Кто дрался, тот знает. Ты ведом уже единственной мыслью Любым способом уложить противника. А это прямой путь к поражению. Учитель говорит, расслабься. И следуй движениям противника. Опустоши свой мозг. Освободи его от всех возможных идей. Нет, это, конечно же, понять не сложно, верно? Но как только начинаешь думать о том, чтобы расслабиться, Еще больше закрепощаешься, так? Учитель снова говорит, Только следуй естественному ходу вещей. И не вмешиваясь в него, ты сможешь сохранить себя. Будь как вода, понимаешь? Как вода. Никогда не встречай проблемы лоб в лоб, Но двигайся в легком соприкосновении с ними. На этой неделе не тренируйся. Иди домой и думай. Всю следующую неделю я сижу дома. Но в конце концов не выдерживаю, Иду к морю, сажусь в джонку и начинаю грести. В голову, конечно же, лезут картины с последней тренировки. И то, как глупо я себя вел в поединке. Я со всей силы ударяю рукой по воде. Родили внимание. Вот она, эта мысль. Что внезапно поражает мой мозг удивительным переживанием. Я надеюсь, что кто-то из вас тоже близок к этому осознанию. Мастер, будьте добры, повторите этот момент еще разочек. Ах! Ах! Видели? Вода мягко раступилась под моей ладонью. Я тогда намес удар еще раз, вложив в него всю свою силу. И опять она мягко раступилась. Гудь, как вода. Всплыли в голове слова учителя. Я попытался схватить ее пальцами, сжать в кулаке, но это оказалось мне не по силам. Она как будто играла со мной. Вот она. Самая мягкая субстанция в мире, подумал я. Она может заполнить любой сосуд. Любой формы. Может принять любую форму. Замерзая, может разорвать любую емкость. Монотонно капая, может пробить камень и металл. Состояние возбуждения может стать смертоносной для всего живого. Конечно же. Конечно. Я должен быть как вода. Таким же сокрушительным и таким же многоликим. Вот он я. Тот, кто недвижимо сидит в колышащейся на волнах джонки. Я уверен, в жизни каждого человека есть такой момент, когда в сознании вдруг вспыхивает образ. И ты точно знаешь, что он содержит в себе в сжатой форме всю твою жизнь. И укрытые в нем шифры и коды ты будешь распаковывать теперь до самого последнего дня. Прекрасно, дорогой мой. Какой замечательный все же голос у нашего рояля, что украшает холл студии серебряного дождя. И тогда, мои господа, вот он, этот момент, когда надо мной пролетает птица и тень от нее скользит по воде, ну, вы видите, и разве не так же, как отражения облаков в воде должны проноситься в моем сознании все мои эмоции, что возбуждаются видом грозного противника, например, страх, гнев, зависть, амбиции непременной победы. Спасибо, дорогие мои. Спасибо. И вот он я, тот, что лежит на дне джонки и смотрит в небо, лежит без движения, предоставляя лодке двигаться свободно, куда ей захочется. Яблока по небу плывут так, как хотят, без моего амбициозного вмешательства в то, как они, по моему мнению, должны были бы плыть. Вот вы уже видите меня за книгами, я изучаю природу того, что люди называют эмоциями. Слово происходит от латинского emotio, потрясаю, волную. Э означает наружу, моция означает движение, получается движение наружу. И чтобы оседлать это неумолимое движение, мне следует войти в самое сердце эмоционального торнадо, верно? То есть начать работать с объектами, которые повышают мои эмоциональные реакции. Но говоря это, мастер дает мне также мощные техники, позволяющие увидеть суть того, что происходит в этот момент. Сними со всего, чему я учу, вуалирующую терминологию, и останется простая техника медитации. Стимулирую эмоцию, а затем использую ее как объект для медитации, и она превратится в чистую энергию, которую ты потом сможешь использовать. Здесь я, конечно же, не удержусь, чтобы не привести аналог из европейских источников. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. В это время, на дворе уже 58-й год, я усердно занимаюсь танцами, как вы видите. Выигрываю чемпионат по ча-ча-ча. Вижу, что танец имеет некую тонкую связь с бойцовскими задачами, и это заставляет меня предложить даже своему учителю научить его этому танцу. И вот она, эта дикая драка, когда, будучи уже достаточно тренированным и далеко не слабым, я танцуя, сбиваю с ног трех обидчиков, и двое из них с тяжелейшими травмами попадают в больницу. В последствии выясняется, что я покалечил членов древнейшего преступного сообщества. Мои родители, опасаясь за мою безопасность, срочно отправляют меня в Штаты. Как вы помните, я родился там, и проблем с гражданством у меня нет. Хотя кто-то из биографов и утверждает, что все это обычная легенда, что я не сбегал из страны, меня никто никуда не отправлял, что это было просто заранее спланировано, и я уехал учиться. И вот, вернувшись в Америку, я уже устраиваюсь на работу в один ресторан, на должность официанта. Днем, когда работы особо нет, усиленно занимаюсь английским и математикой, готовлюсь к поступлению в колледж. Все оставшиеся от работы, учебы, время полностью посвящаю тренировкам. В 59-м поступаю в высшую техническую школу имени Эдисона. Я, отучившись ровно год, поступаю в Вашингтонский университет на факультет философии. Меня интересуют практически все мировые религии, в особенности буддизма. Если мы посмотрим на людей, которым удалось сконцентрировать перспективу своего развития в некий образ, то нам бросится в глаза следующее. Они используют провалы и неудачи, неблагоприятные, казалось бы, негативные обстоятельства, чтобы из всего извлечь мастерство и творческое воодушевление, верно? Готовы безжалостно отбросить в сторону неработающие старые накопления и методы, и в стремлении к цели даже боль, как физическая, так и душевная, обнаруживают у них некую сокровенную красоту, некое благородство, верно? И вот она, основная наука меня сегодняшнего, и даже простое слышание об этой уникальной возможности нашей психики уже повергает кое-кого в глубокое волнение. Потому что в состоянии этом, в состоянии абсолютного бесстрашия и вдохновения, можно свободно импровизировать в зависимости от ситуации. Степень этого бесстрашия становится спидометром нашего здравомыслия, понимаете? То есть, чем нормальнее мы становимся, тем дальше мы имеем право зайти. И это и есть технология рождения героя, верно? Способного воодушевлять на воодушевляющие поступки других, ну и так далее. И точно так же, как ангелы голыми пятками танцуют на свечах, мое сегодняшнее мастерство скачет верхом на бешеном коне, освобожденной в абсолютную чистоту энергии. Исследуя заветом одного восточного философа, нет во вселенной ни одной бездны, в которую я не прыгнул бы, приговаривая про себя, если ты упал, то поднимись не с пустыми руками, и не поднялся бы с победой. Итак, дамы и господа, все, что можно основательно поколебать в этом мире, необходимо поколебать. Я не прав? Если оно не устоит, так тому и быть. И все это означает, что живые системы способны реализовывать свой потенциал только в пограничной зоне, у так называемого края хаоса. Услышьте меня, дорогие мои! И человек, не познавший свое собственное, бесстрашие, бесплоден, как творец на краю хаоса. И система лучше координирует гибкое поведение, лучше приспосабливается и развивается, и в этом бесконечно самообновляющемся танце, что бы ни возникло, все воспринимается мной как информация, числовой ряд, начисто лишенный эмоциональной составляющей. Вот основная позиция бойца. И так, дамы и господа, когда танцуешь, стань самим танцем, когда дерешься самой дракой, если страдаешь, пребывай в нераздельности созерцания и страдания, если боишься, бойся, созерцая. Тем ты и сам стал бесконечным пространством страха. И вот и я, бывший официант из Чайна-тауна, что в 61-м уже читает цикл лекции в Гарфельдской школе, о моей физической форме ходят легенды. Боковым ударом ноги я подбрасываю 136-килограммовый мешок с такой силой, что тот ударяется о потолок. Выполняю 50 подтягиваний на перекладине к подбородку на одной руке. Разбиваю в коча 45-килограммовые мешки несколькими боковыми ударами ног. В течение нескольких секунд удерживаю перед собой 62-килограммовую штангу на абсолютно прямых руках. Электронный таймер показывает, что на расстоянии одного метра я перемещаюсь за две сотых секунды. И вот он, этот поединок, что прорисовывается на экране вашего воображения все отчетливее, отчетливее, верно, самой главной в жизни истинного героя, в котором то, каким он был на самом деле, бьется с легендой о себе. И у нас у всех, конечно же, должны быть свои версии на все эти счета. Каким он должен остаться в нашей памяти, человеком из плоти и крови, или все же совершенным мастером, преодолевшим материю и соответствующий ей ограничению скорости желтаймер, дорогие мои. Желтаймер! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не верите. Хорошо, смотрите внимательно. Извините, дорогой, я продемонстрирую на вас. Встаньте сюда. Так. Вот мой кулак. Ровно два сантиметра от вашей груди. Теперь, пожалуйста, выдохните. Прекрасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Как вы? А? Извините, дорогой мой друг, я не рассчитал, что стены вовсе серебряного дождя все стеклянные. И, кроме того, вы такой лёгонький. Я не думал, что вы отлетите аж ко входной двери. Ходить можете? Да, прекрасно. Итак, дорогие мои. Вот в 64-м, сразу после открытия второй школы, один из явно недовольных мной бойцов вызывает меня на поединок, как вы видите. Если я проиграю, то я должен буду прекратить обучение американцев. Спасибо, дорогие мои. Бой длится три минуты. И для меня это непозволительно долго. Я впадаю в неудержимый гнев на себя. Через несколько месяцев за моим показательным выступлением наблюдают уже ведущие мастера карате на Западе. Среди зрителей оказывается гример из Голливуда Джей Себринг. Он поражён увиденным. И спустя месяц, сделая прическу продюсеру Уильяму Дайзеру, рассказывает об этом чудо харизматики. Дайзер тут же приглашает меня на роль в сериале про подвиги одного журналиста. Но не на роль самого журналиста, а его телохранителя. Возможно, вы знаете. Итак, в одно мгновение я оказываюсь на звёздном небосклоне Америки. Меня начинают приглашать в другие фильмы. Есть приглашение из Голливуда, но что-то не складывается. В 70-м, после очередного отказа, я звоню Раймонду Чоу и спрашиваю, «Ну неужели?» То, что делается в Гонконге, это всё, на что мы способны. Эта дерзость задевает Чоу. Он подписывает со мной контракт, я уезжаю из Штатов и начинаю работу над первым своим фильмом. Примерно в это же время, выполняя незамысловатое упражнение, я серьёзно травмирую спину. Врач говорит, что скоро я буду еле ходить. Не то, чтобы играть в теннис с нунчаками. И вот и я. Тот, кто, будучи прикованным на полгода к постели, с вожделением изучает работы великого Джиду Кришнаморти, делает закладки, выписывает понравившиеся мысли и идеи, и в итоге приходит к тому, что травма — это воистину подарок судьбы. Опа! И этот период в моей голове окончательно формирует то, что в самом начале я назвал образом себя, помните? Такого, каким должен быть, несущим смыслы, что буду распаковывать по ходу всей своей жизни. Известно, например, что я никогда не занимался изучением только одного стиля боевых искусств. Я изучал китайский, японский, корейский стиль, французский и классический бокс, вольную борьбу, ну и так далее. Ваши дни меня часто называют даже основателем «миксфайт». Я впервые за сотни лет разрушил представление о правильности какого-то одного метода или направления, стиля или традиции, и вот за два года, с 70 по 72 после травмы, я не только успеваю сняться в трех поистине гениальных, как покажет время в фильмах, но и полностью восстановлю свою физическую форму, начну с обычной ходьбы на костылях, потом опираясь на супругу, спустя короткий промежуток уже бегаю, как вы видите. Потом следуют тренировки с отягощениями и боксерскими мешками, о моих тренировочных снарядах ходят легенды. Многие говорят, что они похожи на древнекитайские орудия для пыток. Мой первый фильм только за первые 19 недель проката приносит около 3,5 миллионов. Следующий за один только месяц — 4 миллиона, третий перешагнет рубеж в 5 миллионов. Уже на тот момент обычные кинокамеры не в силах зафиксировать скорость моих ударов, и мне приходится их сознательно замедлять, ну вы понимаете. Но вот на календаре уже 72-й год, меня приглашают сняться в паре с Элвисом Пресли и Софией Лорре и Орнер Бразерс сообщают, что специально для меня у них готовы 12 сценариев, меня наперебой соблазняют невиданными условиями контрактов и вознословными гонорарами. Я же параллельно с работой в других проектах пишу сценарий к фильму «Игра смерти». Ну, сделаем паузу. Надо выдохнуть, выдохнуть. Надо немного отдохнуть. Сегодня, как вы помните, я задумал свою историю в форме удивительной метафоры. Битвы героя, в котором с одной стороны выступает его реальный образ, а с другой — легендарный. И вот он, этот пронизывающий все прошедшие со дня моей смерти годы сокрушительный удар. Ох! И 18 июня 1972 года Зеркальный человечек, мой главный талисман, стоящий на крыше моего дома, падает на землю и разбивается. Ждать осталось недолго. Произношу я, узнав об этом. И вот он, этот день, когда меня уже везут в госпиталь королевы Елизаветы, диагноз — отек мозга. Врачи пытаются сделать все возможное, подключают к аппарату искусственного дыхания, делают прямой массаж сердца, но в 23.30 сердце мое все же не выдерживает, и весь это подобно удару ножа в сердце, верно? Примитивный образ, понимаю, но более чем точный, как и сам удар. В один миг первые страницы газет вспыхивают моим именем, а спустя пару дней начинается такая вакханалия версии моего ухода, что выдержать такой напор, конечно же, сможет только истинный герой. Выясняется, например, что за полгода у меня уже был подобный припадок. Тогда мне был прописан дивантин, препарат, который принимают больные эпилепсии. Далее газета Стар доказала, что меня увезли в больницу не из моего дома, а из дома некой молодой актрисы. Но эта версия, несмотря на то, что ее подтвердили работники скорой помощи, была срочно опровергнута. И это понятно, верный муж, отец семейства, пример для подражания миллионов детей, но он не может умереть в постели другой женщины, верно? Но чем дальше, тем удары, наносимые реальностью, по моему образу, будут сильнее и сильнее. И вот кто-то уже утверждает, что у меня было очень много недоброжелателей. На поверхность всплывают конфликты с продюсерами, например, из последнего фильма, который якобы вел нечистоплотную финансовую игру. Доказано даже, что перед смертью я выпил таблетку обезболивающего, а на Востоке существуют яды, период распада которых очень короткий. То есть вещество введено, а при вскрытии его уже не обнаружить. И здесь возникает вопрос, почему мое тело вскрыли только через 38 часов? Потом версия, что я умер от передозировки наркотиков, но позже выяснится, что она была проплачена страховой компанией, в которой я был застрахован на 2 миллиона долларов. Один из пунктов гласил, если будет доказано, что я принимаю наркотики, страхователь освобождается от выплат. Следующая версия поистует о том, что на съемочной площадке один человек из массовки резким ударом нанес мне удар в голову, и я мгновенно потерял сознание, и так возникла легенда, что меня убил некий мастер кунг-фу, владеющий секретом отсроченной смерти. Этим секретным приемом якобы можно запустить программу разрушения в организм жертвы, причем с назначенной датой. Интересно также, что за несколько месяцев до смерти я завел телохранителя на одной из публичных акций, услышав, как за сценой хлопнула дверь, упал на сцену, но через секунду уже стоял на ногах, говоря, что принял удар в дверь и забыстрил. И теперь, внимание, вопрос. Кого я боялся? Зачем носил с собой пистолет в последние месяцы жизни? И вот она, последняя и самая разрушительная легенда о знаменитой азиатской триаде, ну, вы, возможно, слышали. Есть версия, что я тренировал их агентов в обмен на карьеру. На их деньги продюсировал фильмы, и в этом смысле маленький дракон не просто звезда и великий спортсмен, но и такой же бандит, как те, кто вкладывал в его раскрутку деньги. И вот удары, наносимые реальностью по моему сегодняшнему мифу, уже ставят меня на колени. И кто-то уже вспоминает кадры из легендарной игры смерти, тот самый бой с долговязым негром, боящимся света. Ну, вы помните? Или нет? Чем он закончился, кстати? И как хочется сказать, да, конечно же, легенда выстояла. Разве может быть иначе? И вот они, эти короны, хрустящие, от сокрытой в них мощи плоти. Но вы видите, взгляд, электрический разряд, легкая, как пушинка тела, и кошачий ручащий воинственный клич, потом прыжок, молния, серия молниеносных ударов. И все факты уже горчатся на земле. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кто с ранних лет говорил всем, что умрет молодым. И в жизни каждого из нас, конечно же, есть момент, когда в сознании вспыхивает наш и только наш образ. Образ, сжатые коды которого будут распаковываться по ходу нашей пожизненной борьбы за смысл. И дай Бог, чтобы мы выстояли, верно? Когда наш миф о себе будет испытывать на прочность сама госпожа реальность, самый сильный и самый кровожадный боец из возможных. Дай Бог, чтобы мы выстояли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok